Привет! На фоне последних событий, связанных с курсом доллара, я, как и многие, часто начал заходить и проверять, поднялся или опустился курс доллара. Так сказать, пора ли бежать, или еще можно посидеть попить чаю. Зайдя так пару раз на необходимые сайты, я подумал, а нельзя ли автоматизировать весь этот процесс, чтобы не заходить постоянно на сайт, а просто включить программу, которая бы отслеживала данные в автоматическом режиме, а далее в случае их кардинального изменения отправляла бы мне письмо. Но, немного подумав, я пришел к выводу, что такую программу очень легко создать, и она может быть полезна для многих, кто будет смотреть это видео. В общем, в ходе видео я покажу вам, как я создал программу для автоматизированного отслеживания курса валют и отправки почты. Кстати, в будущем данную программу можно будет изменить для отслеживания любой интересующей вас информации. Но прежде чем мы погрузимся в мир разработки, я бы хотел сказать, что у нас появился наш собственный мерч. Уже сейчас на сайте вы можете посмотреть и приобрести различные футболки, кружки, эко-сумки и прочее. Доставка осуществляется по всей территории Украины, и в скором времени мы запустим доставку по всем странам СНГ. Переходите в магазин, ссылка на него будет в описании к этому ролику. Первое, с чем нам стоит определиться, так это откуда брать курсы валют. Честно говоря, то не вижу смысла сейчас платить за какой-либо API, когда можно спарсить данные прямиком с поисковой выдачи Google, или, если хотите, с других сайтов, которые предоставляют схожий функционал. Таких данных нам вполне хватит, ведь все равно вряд ли какой-либо API будет предоставлять еще более точную информацию, в отличие от Google. Сейчас мы пойдем более простым путем и создадим программу, которая постоянно будет проверять данные, что указываются в Google, но если вам такого функционала в будущем не будет хватать, то пишите в комментариях, заперим программку с использованием стороннего API. Итак, первое, что мы делаем, это устанавливаем все необходимое, хотя, думаю, с этим пунктом вы уже давным-давно справились. Нам потребуется установить питон с официального сайта, скачать ID, я буду использовать PyCharm, и далее внутри него нам необходимо создать новый проект. Я назвал новый проект как просто App. Внутри созданного проекта создаем новый файл с названием main.py. После этого сразу же через терминал выполняем установку таких библиотек, как Requests, а также BeautifulSoup. Библиотека Requests позволяет нам обращаться к необходимому сайту и, по сути, копировать всю его HTML-разметку. Внутри HTML-разметки выбрать нужные данные очень сложно, если использовать стандартные функции Python по типу Replace, Join и прочих. Поэтому мы используем вторую библиотеку BeautifulSoup для быстрой и комфортной выборки необходимых данных из HTML. Выполняем импорт нужных библиотек, а также создаем несколько важных переменных. В первой переменной мы будем хранить URL-адрес к нужной веб-странице, в нашем случае это страница с курсами валют. Во второй переменной мы будем хранить заголовки. Заголовки описывают пользователя, что переходит по конкретному URL-адресу. Если их не передать, то будет считаться, что заходит бот, и URL-адрес не будет обработан. Чтобы вставить нужные заголовки, мы прописываем словарь с ключом User Agent, а значение можно скопировать из Google. Для этого мы просто пишем Google My User Agent и копируем всю строку. Далее создаем запрос по нужному URL. В запрос также передаем заголовки для корректной обработки. Теперь в переменной pullPage будет находиться весь HTML, и если вы попробуете вывести эту переменную в консоли, то заметите, насколько много там текста, и что весь этот текст это разметка нужной для нас страницы. Теперь из всего этого получим необходимое для нас. Для этого указываем, что данный текст будет парситься за счет библиотеки BeautifulSoup. Теперь через функцию findAll находим все HTML теги, которые будут подходить под наш запрос. Прежде чем его прописать, давайте в Google откроем консоль разработчика, далее нажимаем на выборку элементов и выбираем нужную для нас циферку из всей страницы. Мы видим, что нужные для нас данные находятся в теге span, у которого есть несколько классов и атрибутов. Теперь давайте в нашей программе пропишем выборку по этим данным. Указываем, что ищем все теги span, у которых класс будет как мы скопировали из разметки. Выводим это все в консоль и посмотрим, что вышло. У нас нашлось аж сразу два тега, не совсем то, что нам нужно. Добавим дополнительные данные по выборке элементов. Укажем не только первый класс, но также второй класс, а также пропишем, что у искомого тега span еще обязательно должен быть атрибут dataPrecision со значением 2. Такие же данные указаны для этого тега на странице в Google. Еще раз запускаем и видим, что теперь был найден лишь один тег, который нам как раз и нужен. Чтобы вывести содержимое тега, мы сперва указываем, что берем первый элемент из списка, а далее указываем, что обращаемся к его содержимому через текст. Запускаем программку и вуаля, данные уже выводятся корректно. Теперь сделаем постоянное отслеживание. Для этого мы помещаем весь код в функцию, подключаем библиотеку time для задержек, и далее в конце функции прописываем засыпание программы на 3 секунды, и после этого повторный вызов той же самой функции. Также не забываем сами запустить функцию в конце кода. Теперь при запуске у нас через каждые 3 секунды вводится информация про текущий курс доллара. Конечно же, время засыпания программы можете изменять на свое усмотрение. Теперь будем двигаться далее и создадим более профессиональный код, а также добавим условия в программу. Первое, что мы сделаем, так это добавим новый класс. Внутри класса создадим функцию, которая при вызове будет возвращать число, что содержит текущий курс доллара. Также создаем конструктор, в котором будем устанавливать значение в переменную с курсом. Как раз это значение мы будем сравнивать в будущем с курсом доллара, и если курс изменится на плюс или минус 5 рублей, ну или другое какое-либо значение, то будем высылать уведомления на email. В саму функцию CheckCurrency мы добавляем проверки на изменение курса, а также не забываем изменить тип данных для переменной на float, так как при получении данных из HTML структуры мы с вами получаем все же строку, а нам необходимо ее сконвертировать к числу. При изменении курса мы пока будем писать об этом лишь в консоль. Теперь создаем объект на основе класса и все это запускаем. При запуске замечаем ошибку, которая говорит о том, что число, полученное из HTML, содержит запятую, и такое число невозможно преобразовать в float. Поэтому мы перед преобразованием числа заменяем внутри него запятую на точку, чтобы ошибок не было. Запускаем программу, и теперь каждые несколько секунд замечаем вывод информации в консоль, а также если курс вырастет или упадет на определенное нами значение, то мы получим дополнительное сообщение в консоль. Окей, осталось делаться мало. Заходим в Google и прописываем Google Allow Less Secure Apps. Переходим на Less Secure Apps, и если у вас здесь ничего нет, то отключаем изначально двухэтапную аутентификацию в вашем аккаунте, после чего заходим обратно на этот же сайт, и здесь у вас уже будет кнопочка включить, на которую вам необходимо будет нажать. Далее прописываем Google App Passwords, и создаем новый пароль для нашего Python приложения. Указываем, что работаем с почтой, и программа наша будет работать через компьютер, поэтому это также здесь выбираем. Далее генерируем просто сам пароль. Окей, теперь у нас есть пароль. Бежим обратно в нашу программу, и настраиваем все необходимое для отправки почты. Сперва импортируем библиотеку smtp.lib для работы с почтой. Далее создаем метод для отправки почты. В этом методе указываем smtp.server, указываем запуск необходимых серверов, и не забываем это все запускать за счет причудливой функции Allo. Далее указываем данные для почтового ящика. Это ваша почта и пароль, который мы сгенерировали. Также указываем тему сообщения, содержимое и что-то в духе полного сообщения. Для отправки почты используем функцию sendMail, в которой мы указываем от кого, кому отправляется и само сообщение. В конце закрываем все это соединение. Остается лишь вызвать функцию в нужных для нас местах, что мы как раз и сделаем. Теперь мы можем насладиться нашей программой, она автоматически проверяет курс доллара, и при его изменении отправляет нам на почту письмо с уведомлением. Получилось круто, не так ли? И да, не забывайте, что у нас также имеются углубленные курсы по изучению языка Python. В ходе огромной программы вы изучите не только язык Python, но также научитесь создавать веб-сайты за счет веб-технологий и фреймворка Django. За курс вы изучите массу нового, и к концу программы будете уметь работать с языком Python, создавать на нем полноценные ПК-приложения на основе библиотеки Kiwi, а также создавать веб-сайты на основе библиотеки Django. Ссылка на программу обучения будет находиться в описании к этому видео. У меня же на этом все. Если программа вам понравилась, и вы хотите больше подобных роликов, то напишите мне об этом в комментариях. До скорых встреч, пока!